Ваши к науке, да, они чем-то схожи, вот с концепцией нашего журнала, поэтому мы бы хотели вам задать несколько вопросов, если вы не против. Понял, хорошо, давайте попробуем. Первый вопрос, чего мы хотели начать, это с таких азот, что такое наука, в вашем понимании? Наука, ну это вполне конкретные методы, сферы человеческой деятельности, которая придерживается определенной системы. Это опора на законы логики и на факты. В результате создается достоверный продукт, который является научным. Все, что противоречит логике или противоречит фактам, все это не является наукой. Подробно мы об этом сняли фильм, называется «Научный метод», где в течение часа все эти подробности рассказываем. Основное здесь законы логики и принципы. Так, еще такой вопрос, а какая роль науки в современном обществе, ну вообще в обществе? Наука это единственное вменяемое, трезвое в плане мышления, что есть у общества. Вот то, что позволяет обществу мыслить. Но сейчас у нас в науке засели большая группа некомпетентных товарищей, а временами просто жуликов, которые используют науку как средство для достижения каких-то прозаических жизненных целей, материальных благ, авторитета, рычагов влияния. И таким образом они как бы нашу науку надсадили. В частности, в обычном государстве, в среднестатистическом, от 30% выделяемых на науку уходит шарлатанам. В некоторых отраслях это от 30 до 70%. И эти шарлатаны, ну, имеют определенные рычаги влияния на власть. Вот допустим, среднестатистический чиновник, он же не будет спорить с академиком. Академик же вроде как бы умнее, да? И вот академик говорит, вот нам надо на такую-то научную отрасль столько-то денежек. Вот чиновник думает, ну, блин, ну, вроде, значит, надо. И дает. А академик один представляет науку, а второй академик представляет лженауку. И он ничем не отличается от заправдочного академика. Более того, там есть товарищи, которым дают Нобелевские премии за лженауку. Лжеученым. И они, как бы, самые авторитетные становятся в этих отраслях. И получается забавная ситуация, что это как, ну, гельминт какой-то в теле, что с ним неизвестно как бороться, если человек даже не знает о его наличии. Если знает о наличии, можно вывезти этих гельминтов, да? А если вы не знаете? Вот так примерно чувствует себя государство. А фундаментально это нарушение закона об образовании. Вот у каждого государства есть свой закон об образовании, в котором, ну, обозначено, какой вид продукта может попасть в систему образования, что является наукой, да? И вот, в принципе, ни одно общество не должно давать своим детям, своим учащимся, вместо знаний дерьмо, дерьмо, ну, неправду, некомпетентность, шалатанские какие-то заумствования. А по факту получается, что во многих государствах, в большинстве государствах это присутствует. И формально, ну, вот, скажем, Россия или Белоруссия могут привлечь вот этих шарлатанов к уголовной ответственности и освободить бюджет государства, выделяемый на науку, от нецелевого использования. Вот, скажем, 30-70% бюджета, выделяемого на науку, в зависимости от отрасли, да, может идти нецелевым образом. Ну, вот, если, допустим, президент Белоруссии Лукашенко узнает о том, что бюджет, выделяемый на науку и образование, вот, на 40% расходуется не на науку, он же не обрадуется. И президент России не обрадуется, но эта информация должна к ним как-то попасть. Тогда будут адекватные действия. В прокуратуру эта информация должна как-то попасть. Ну, и должен быть преодолен барьер вот этого вот чиновничьей, когда человек робеет перед академиком. Примерно так. Понятно. Значит, вот получается, что наука, она пошла не туда, да? А вот с какого момента в истории человечества наука пошла не туда? Во-первых, наука идет туда, некоторые разделы науки идут не туда. И идут они, в принципе, недавно. Они идут порядка, там, 100 лет, 70 лет, 50 лет. И пошли они, вот, буквально, там, несколько десятилетий назад в этом направлении. Вот, допустим, до революции у нас с наукой было ровно. У нас доминировала немецкая наука. Немцы, ребята, довольно точные. Они, если что-то квадратное, они пишут это квадратное. Если круглое, они пишут круглое. Они придерживаются, да? Потом стала появляться такая легкая мода, когда в науку стали допускаться не точные тенденции, а, скажем, такие вот фантазии. И это стало зависеть от связи. И от того, пользуешься ли ты научным методом, а, допустим, насколько ты приближен к авторитетному мнению. Само по себе авторитетное мнение не может в науке что-то значить. Ну, вот, если, допустим, мы имеем шарообразный объект, если подойдет авторитет, скажет, это кубик. И все должны поверить, что это кубик. Это же, ну, нелепо. Авторитетное мнение ничего против факта не может означать. Авторитетное мнение здесь вторично, сугубо, да? А товарищи некоторые стали пользоваться ориентирами на авторитет. И вот у нас, скажем, приехал копиться старший из-за рубежа, привез моду импортную. В России эта мода стала почитаться. Стали люди увлекаться релятивизмом. Потом появился у нас Ландау такой был. Замечательный персонаж. Наш лжеученый конченый, который привил вместе с этим капицей лженауку, она стала распушаться. Сначала в одном институте, потом эта мода пошла по всей стране великой. Потом стали университеты именами лжеученых именовать и так далее. То есть вот постепенно, постепенно разрасталось это безграмотное гнездо лжеученых, которые стали уже потом навязывать свое мнение официальной релевантной науке, здоровой науке. И сейчас вот в таких областях, как астрофизика, космология, фундаментальная физика, там главенствует мнение лжеученых. И лжеученые друг друга восхваляют. И через этот механизм, когда большое количество граждан определенной секты друг друга хвалят, дают рекомендации друг другу, эти рекомендации слышит Нобелевский комитет, в результате Нобелевскую премию получают лжеученые. Вот реально этот механизм. Вот товарищ Гинсбург был у нас лжеученый, конченый лжеученый. Академик Алферов, это вот настоящий лжеученый современности. Он ничем в науке релевантно не занимается. Он как директор стадиона собирает лавры со спортсменов. Более того, он пропагандирует лженауку. Это человек, которого можно называть лжеученым в лицо, и он не подаст на вас в суд, потому что он действительно лжеученый. Если дойти до фактов, оказывается, что он проповедник лженаучной школы. Его, кстати, вот эта вот его заявка последний раз, когда он на должность президента ран выдвигался, вот она как раз, его заявка не прошла по причине его имиджа этого отрицательного. Потому что очень много людей, столкнувшихся с ним лично, высказали точку зрения об Алферове. Она размещена в интернете, и вот по факту, когда проходил ли вот эти вот выборы на должность на великую в Российской Академии Наук, где соискателем был Алферов, вот к этим материалам, компромату на Алферову, обратилось очень много наших вузов. Академия Наук, подразделение Академии Наук, Сибирское отделение... Много-много-много учреждений обращалось к этим материалам. Мы, в принципе, мониторили, выкладывали в живом журнале список обращений авторитетных научных организаций, кто обращался с материалом, к компроматам на Алферова. И вот так получилось, что вот эти вот люди, которые наносят реальный ущерб нашей науке, вменяемой науке, трезвой науке, они сейчас у власти. Они втираются в доверие к власти. Ну, последнее там даже что-то Путин Алферова хвалил и так далее. И, получается, прескорбные результаты получаются. Уже чистой науки очень мало остается, и люди получают по шапкам за то, что они пользуются научным методом. Они придерживаются сектанских каких-то взглядов. Это получается, вот такая ситуация, она в точных науках. Да, физика, там, математика, а по поводу гуманитарных социологий, психологии, сфорий, там, конечно, то же самое. Тут вопрос в следующем. Что касается точных наук, мы можем легко вывести на чистую воду. Ну, взять конкретную работу, найти конкретную ошибку, подтасовку, фальсификацию и вывести на чистую воду данного физика или математика. То, что касается общественных наук, это не всегда, во-первых, можно сделать, во-вторых, кто бы этим занимался, в-третьих, в-третьих, вот сам этот момент, что история много раз переписывается. Сначала она направо, потом налево, потом вверх, потом назад. То есть, научности вот в этом не может быть в принципе. Если какой-то продукт у вас не является опирающимся на факты фундаментом, не опирающимся на логику фундаментом, если вы этот продукт можете вот так вот разворачивать, то это далеко от науки. Ну, то есть, любая наука должна опираться на факты и на какой-то научный момент. Да, однозначно. Не на какой-то вот настройки научных методов, опирающихся на логику. Эти вот законы чистого, правильного мышления, они давно описаны. Они, как бы, в открытом доступе находятся. Ну, вот нашлись товарищи, которые их уже пытаются там изогнуть под себя, переделать, чтобы можно было беззаботно врать, чтобы можно было нарушать логику и ссылаться при этом на логику. Это, по-моему, любимое занятие некоторых философов. Демогогствовать, да? Да, да, да. Замышлять о несуществующих вещах, о каких-то там непонятных. Вот. Еще такой вопрос. В принципе, положение современной науки более-менее понятно. И, на Ваш взгляд, это вследствие чего? Результаты какого-то заговора, каких-то лиц, либо результаты заблуждения, там, скудоумия какого-то. Это результат нашей природы человеческой и определенного, как бы, скудоумия. Ну, когда человек, когда некомпетентные люди приходят к власти, они могут наделать делов. Вот в результате получилось, ну, чтобы вот столько народу вступило в какой-то заговор, это невозможно. Это вот, ну, вот, обычная проза жизни. Кто-то первый зацепился за это. Нашел себе соратников, помощников. Стал платить помощникам деньги. Деньги брал в бюджете. Но если бюджет кормит моих маленьких шарлатанчиков, почему бы мне их дальше не кормить? Первое поколение так отработало, второе уже по инерции шло. То есть, пустить пыль в глаза и получить за это деньги, ну, как бы, это даже отрасль, за это есть уголовное преследование. Ну, это способ жизни. А тут вас никто в уголовном плане не преследует, вы получаете деньги. Ну, делайте себе свое забавное дело. Вот так оно и получается. Ну, насколько я понимаю, вот, допустим, некоторые ученые, да, они, ну, в принципе, это их хлеб, да, там, они пишут какие-то работы, диссертации, если они этого делать не будут, соответственно, ну, будет там заплатка, денег, и я так понимаю, что, ну, это не в шахте работать, да? Да это не в шахте работает. А вот представьте, вот вы не можете действительно научного что-то написать. Вот, вот не хватает у вас мозгов, да? Вы берете, ну, около научное бредятину собираете, ну, от потолка все, что можете, корябаете, и такой же товарищ вас по блату это все пропускает, потому что вы его упомянули, состались на его труды и так далее, так прочее. Ну, вас одобрили, ваша работа научная прошла и это как бы дорога для мошенников. Некоторые не понимают, что это жульничество. Некоторые вообще ничего не понимают, просто как баран. А, как же я написал эту научную работу, а мне помогли, вот товарищи. Вот и все. общие вопросы понятны, по конкретике, вот сейчас какие наиболее такие популярные и опасные, что ли, заблуждения о современной науке. Ну, решают, там, не дойдутся дальше. Ну, вот представьте, просто барьеры какие. Вот государству надо решать энергетическую программу, да, выходить на какие-то новые принципы извлечения энергии, заменять там, допустим, экологически вредные способы получения энергии. Вы начинаете вкладывать в это деньги, да, вы государственные чиновники. И вот представьте, что все потребители ваших денег потенциально являются либо шарлатаны, либо некомпетентные чудо. Вы не можете дать деньги в компетентные руки, потому, что ключевые должности заняли физики лженаучных школ, которые не могут на практике ничего сделать, они могут только обучать ребятишек своим вредям, владеть армию таких же клоунов, и могут брать у вас деньги на эксперименты, которые фундаментально слабоумные, нелепые, но требуют много денег. Вот эта ситуация сейчас в российской энергетике, в немецкой, в белорусской, в шведской, в американской, она везде. Вот это опасно или не опасно, вы вопрос свой так поставили? Я считаю, что это довольно-таки опасно для бюджета, это опасно для развития, это вредно для развития, вы затормозили искусственное развитие своего государства, своей науки, пустив вот этих, вы грубо говоря крысят, поставили сторожить зерно. Вы нарушили сам принцип. Дальше, когда вы подготавливаете частных специалистов, вот вы готовите инженеров, какие-то ключевые специальности для вашей экономики, вы тратите на это определенный объем средств, вам надо получить профессионала, который будет все понимать касательно его отрасли и иметь возможность быть способным это делать. К его обучению подключаются вот эти вот выкормыши околонаучные шарлатаны, внуки Алферова, последователи Алферовых, и они внедряют систему образования лженауку, бред. И на нее допустим уходит 40% времени затрачиваемого специалистом при получении знаний. Что получаем в результате? Специалист 40% своего времени рабочего на обучение потратил на бред, в результате этого он еще запутался, потому что он перестал понимать, для него стал предмет непонятен. Бред понять невозможно. Вот вы ему мозги 40% какашек туда бреда вонзили, и он перестал это понимать, свой предмет. Мы получаем на выходе безграмотного специалиста, у которого в голове недостоверная информация, который реально на практике уже работать не понимает, как. Это вредно, опасно. Я считаю, для государства это вредно. Вот еще такой частный вопрос. Достаточно много шумихи, много денег, и много получается информации в сети был связан с запуском большого андронного коллайдера и поиском различных частиц. это что, должна получаться какое-то шарлатанство? Ну, это смесь некомпетентности и жажда о своих денежных средствах. Ну, само по себе, ну, как бы прибор полезный, можно там пощелкать, поэкспериментировать. Но те цели, которые озвучивались изначально для построения этого андронного коллайдера, они бредовые, слабоумные, невменяемые. Вот, грубо говоря, вот представьте, что у вас в голове засела какая-нибудь бредятина, что вы произошли от тыквы. И вот вы тратите деньги на доказательство этой гипотезы. строите большой тыквенный коллайдер и начинайте сталкивать тыквы. Чтобы получить частицу, вот если вы получите частицу, это будет доказательством. Вот фундаментально концепция бредовая, да? Если у вас бред изначально в платформе присутствует, что бы вы дальше ни делали, какие бы вы тыквы ни сталкивали, вы не сможете сопоставить результаты применяема. И это не приведет, ну, скажем, к какой-то научности, к какому-то результату адекватному, полезному. То есть балбесам дали большие дорогие игрушки. Вот и все. Естественно, когда вот две тыквы сталкиваешь, там семечки вылетают. И они нашли. Если что-то делать, вы что-то будете находить. но это никак не связано с происхождением человека тыквы. Так же у них с большим взрывом это никак не связано. Вот им нравится большой взрыв, они его доказывают, но это никак не связано и не поможет коллайдер это доказать. Потому что мы не произошли в результате большого взрыва. Большого взрыва не было и быть не могло. Это 100% известно. Это точно на 100%. Но шарлатаны получают деньги на доказательство вот этих нелепых гипотез. И для этого им нужны адронные коллайдеры дорогие игрушки. Хотя вот на бумаге уже достаточно посчитать, что большого взрыва не было. Мало того, что они получают деньги, так они еще популяризируют это безземное общество. Да, да, и любой детишка приходящий за знаниями в УЗ он думает там же вот оно. Волна там же главный продукт. И он верует. В искривление пространства верует. Хотя это лженаука это известно, что это лженаука. Большой взрыв верует. Так, еще один вопрос такой частный. Были определенные новости по поводу того, что ученым удалось телепортировать какие-то частицы. Насколько это адекватно и вообще что случилось? Телепортировать частицы или вот они сначала чуть-чуть телепортировали. Здесь надо физику объяснять. Это не там телепортация это может восприниматься как быстрое мгновенное перемещение либо воссоздание 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 такого же объекта в другом месте. Похожего объекта в другом месте, схожего объекта в другом месте. ну скажем вы на одной кухне булочку изничтожили, на другой кухне булочку выпекли в тот же момент. Совпало это у вас по времени. Это будет телепортация булочки или нет? Но вы сможете это выдать за телепортацию булочки? Если да, особенно если это частица которая если вам принадлежат все СМИ вы являетесь авторитетным источником и если вы фундаментально тупо не понимаете что это булочка на одной кухне это булочка на другой кухне. Вот вы не понимаете у вас мозгов не хватает чтобы обработать эту информацию. Вы не понимаете процессов выпекания. Просто видите коробочка в одну коробочку булочку положили а за другой булочка вышла. Вы физику процесса не понимаете. Ну вот примерно такая ситуация. А чтобы подробно это все это надо объяснять физику. Ну в принципе возможно телепортации. Не в том принципе как бы мы по телепортации где-то комментировали. воссоздание объекта в другом месте ну скажем клон объекта воссоздать в другом месте а этот разрушить это возможно. Моментальное перемещение скажем со скоростью света близкой скорости света это возможно. Даже кратное возможно. если вас это как факт телепортации устроит то вот это возможно. А вот ли ноги которые были потом уцелены и возможно ли это к вашу отношению? Вот про Тесла тут проблема какая невозможно получить достоверную информацию. Где информация достоверна где фантазийна. А когда вы не имеете вот именно этой характеристике применительно к информации ну что можно как это комментировать? Это может быть правда это может быть неправда в какой части какая конкретно позиция ну примерно скажем раздута до комиксов как минимум часть информации может быть недостоверна примерно так комментировать пока не ничего сейчас немножко такие вопросы можете отвечать можете не отвечать и может касаться вашей деятельности мышней я так понимаю ваши деятельности связанные непосредственно с наукой физикой чем вы в жизни занимаетесь получается это образовательная деятельность научная ну мы популяризируем научный метод и адекватные методы познания финансово это дохода как бы не приносило и в принципе не приносит живем на каких-то запасах или занимаемся параллельной деятельностью чтобы себя обеспечивать в принципе заботой о чистоте науки и о научном методе должно заниматься государство этим не должны заниматься общественное движение или частные лица это вот должно быть фундаментально обязанность государства мы не должны это делать это должно делать государство ну поскольку государство сейчас чисто технически не может эту задачу решать ввиду отсутствия корректной информации ввиду ну скажем определенной коррупции можно это и так назвать то пока эти вопросы отрабатываем и у нас движение образовалось уже несколько тысяч человек которые понимают о чем идет речь понимают насколько это важно люди пытаются помогать и мы сейчас возрождаемся как движение да люди поддерживают мы собираемся уже в команду а как вообще вы начали как давно вы начали такое действие с чего это все началось ну то есть вы там в школе это на вас нашло дата созарения что нам преподают какую-то ерунду в университете кстати по образованию хакасский технический институт 0501 инженер механик в принципе основные вопросы возникли в процессе образования в институте очень жесткие позиции когда ну техническая специальность это не фантазеры это техническая специальность это инженеры которые работают реально да их надо готовить и вот представьте что вот в одном кабинете вам говорят одно а в другом кабинете строго противоположное вот кабинет физики кабинет теоретической механики вам дают разные принципы так же не бывает да мозг должен сопротивляться вас в одном кабинете обманывают да как минимум в одном начинаешь выяснять начинаешь докапываться беседуешь на эти темы с преподавателями пытаешься найти что-то в литературе ну сейчас интернет тогда не было таких возможностей ну работа проводилась выяснялось сначала одна позиция вторая третья и так вот оно накапливается складывается общая картина когда ты имеешь уже картину целиком ты уже понимаешь немножко больше потом это просто жалко бросить потому что ну реально если бы тебя не обманывали в том кабинете да ты бы мог достигнуть каких-то больших результатов в своем образовании да люди сейчас открывая учебник да их же тоже обманывают мы обманываем своих детей вот дети пошли в школу мы их обманываем с пятого класса обманываем вуз пришли мы их обманываем зачем мы это делаем ну это же не полезно это вредно улучшается грубо говоря в угоду каким-то амбициям каких-то людей да в угоду амбициям всяких алферов гензбургов жуликов судя по заходам на наши ресурсы из серьезных учреждений они как бы многие интересуются письма которые получаем со словами поддержки это тоже но мы как бы с подстраховкой и сочувствием к ним относимся потому что там очень жесткая ситуация вот это вот жулики мало того что они пробрались во власть они еще очень жесткие штрафные санкции используют против того кто с ними не согласен там диктатура специально создан орган комиссия по лженауке которая защищает лженауку по факту там такой жулик академик Александров безграмотное абсолютно конченое чудо мы с ним общались он ну некомпетентное заявление он просто безграмотность вещи которых он не понимает элементарные но его поставили защищать вот эти бреди защищать безграмотность и создан орган который борется с теми вот грубо говоря если человек в рамках каких-то образовательных учреждений или в рамках российской академии наук встанет на позиции научного метода и будет их защищать на него нападет этот академик Александров они оболюют этого человека дальше делать человечество потому что я так понимаю что соседей это везде а вот этих ну ученых да то есть это связанных с новыми с инкранитетом и с академиями наук в разных странах и с мировым научным сообществом которое там признает не признает вот то есть грубо говоря на земле да у нас сейчас сформирована определенная научное сообщество да которое защищает свои позиции да вот и проникнуть сюда очень сложно да защищает очень хорошо все таки и что у вас человечество делается да ну это элементарно ну вот это все кончится развалится как карточный домик в один прекрасный момент ну вот когда начнутся первые посадки вот допустим у нас в России товарищи реально нарушают закон об образовании вот когда первого прокуратура полуфоносу щелкнет второй об этом узнает это все начнет сыпаться но для этого нужна просто воля административная чтобы сказали да прокуратура разберитесь если там это действительно так щелкните по носу в принципе вот у нас реально лжеученые преподают у нас вот материалы по МГУ мы вскрывали Московский государственный университет обманывает студентов безграмотное пособие они его еще на обложке президентское одобрение там печатают какое-то вот жульничество в Московском государственном университете но это не жульничество это некомпетентность там есть академик клин ну просто зарапортовался дяденька в возрасте но факт тот что одно второе третье четвертое это все работает на товарищей на безграмотных чуд которые решают свои задачи мы от этого все государства все налогоплательщики несем дополнительное бремя но если есть конкретное нарушение закона то его можно пресечь законным образом прекратить это дело просто надо чтобы кто-то какой-то чиновник это понял что происходит нарушение закона или хорошая группа юристов взялась за любую школу за любой вуз готово ли человечество нравственно к таким технологиям я сейчас готово ли человечество человечество всегда будет не готово вот мы каждый шаг должны делать очень аккуратно мы человечество находится на детском уровне развития мы готовы делать ошибки регулярно постоянно вот вообще все развитие человечества это какая-то сумбурная кашица из ошибок из неадекватных действий просто толпа бегает по земному шару друг друга бьет постоянная война и постоянное нерациональное действие так у меня будет последний вопрос в рамках интервью еще будет часть вопроса для себя если можно конечно для понимания вообще вашей картины мира как вы вообще посоветуете изучать школьнику студенту математику на самом деле образование так или иначе нам нужно получать в школе нам частично дают адекват частично неадекват в университете дальше чем дальше тем хуже что делать простому человеку простому человеку мы пытаемся создавать контент вот эти фильмы мы создаем про научный метод фильмы вот это главная информация это прививка от вранья когда вы понимаете картину в целом когда вы ознакомились с этой информацией то понимаете механизм умышления вот эти законы логики которые в фильмах мы даем чистые достоверные когда вы это понимаете дальше вы можете учиться уже и фильтровать самостоятельно где вранье где не вранье то есть я так понимаю человеку необходимо сформировать адекватное нервоззрение если у человека будет адекватное нервоззрение то в принципе он может самостоятельно образовываться самостоятельно вычленять полезную информацию да 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 это раз и тут вот по этому же вопросу очень много заявок поступает на создание ориентированного на подрастающее поколение на детей контента вот просто просят люди много просят и нам придется этим заниматься все равно создайте учебники с самого начала для детей чтобы нужно было своим детям дать адекватную информацию вот мы сейчас создаем сообщество создали вокруг этого сообщества мы будем как раз эту деятельность вести создавать учебники создавать материалы для они будут ориентированы на детей но они будут полезны и взрослому человеку чтобы действительно от и до все понять простым языком и вот этот объем знаний который получает человек за 10 лет если эти знания изложить это гораздо за меньший срок более качественную информацию более легким способом можно будет получить хорошо ну в принципе безракончивая ваша часть теперь от меня такие течения еще вопросы по поводу вашей картины первый вопрос существует для пространства без материи пространство это объект который в принципе от материи не зависит вот существует ли внутренняя часть банки без огурцов реально существует положили вы туда огурцы или не положили будет ли существовать внутренняя часть банки если вы откачаете оттуда воздух Нет, это без проблем. Будет ли существовать внутренняя поверхность банки, если вы вытащите два частных поля, если вы два гусса будете вытаскивать, тоже, наверное? Ну и так далее. Это, в принципе, так устроено. Никак не повлияет. От полей тоже не зависит. Пространство не зависит от материи никаким образом. Нет, я совершенно согласен, что он не зависит от наличия пространства, не зависит от материи, от полей, но насколько верно будет утверждение, что в мироздании нету пустого пространства. Ну и вот нету пространства пустого в мироздании. То есть всё заполнено какой-нибудь материи, никакой веществом или частицами. Да? Да? Всё. Ну это такой точняющий вопрос. Дальше. Вот по поводу... Ну, я вписаюсь быстренько, да. Ну, у меня очень много, в принципе, я не читал и смотрел ваши, значит, фильмы, то есть, ну, как за это время, сейчас за несколько дней. Ну, вот, просто не приточняющий такие вопросы. Информация, она объективна? Что вы под этим подразумеваете? Значит, я подразумеваю под этим, например, вот, если информация существует, вот, я написал в листочке, там, определенную фразу, да, у меня это информация. Так. Есть случаи, в которых будет информация. Мы там про информацию, уже отдельный фильм, он не попадался вам на глаза? Нет, не попадался, но... Ну, вот там вот как раз всё про это написано. Хорошо, я посмотрю, попробую вот это вот. Ну, грубо говоря, вот если, ну... Информация вообще нематериальна. Материальна только вносительно сознается. Нет, я согласен, но она либо субъективна, то есть она тварна человеком, когда человек... Тварна человеком? Некой мыслящий, получается, ну, объект, да, субъект мыслящий создаёт информацию, да? Так. Она нематериальна, она находится на материальном носителе. Так. Она её создаёт. Вот это только так можно воспринимать? Только так. Или уже самим, ну, самой Вселенной, да, изначально, получается, что вот существует информация? Нет, информации вообще не существует. В физике нет информации. В природе нет информации. Информация – это сведение о чём-либо. Информационного поля, как такового, нет. Понятно. Но тонкие материи есть. И, как бы, если вы пытаетесь посредством информации тонкие материи обосновать, это не получится, нет логической связки. Нет, нет, нет. Я совершенно, ну, я понимаю, то, что информация, она нематериальна. Вот. То есть, и то, что это никакие не тонкие материи, и вообще не материя, вот. То есть, тут... Вы это в религиозном плане спрашиваете? Ну, какая разница в каком плане? Да вот это вот именно важно. Тут мы объясняли про религиозный аспект. Вот это вот никак... Это зависит от термина «вселенная». Зависит от чего? От термина «вселенная». Вот вы меня сейчас спросили, это правда, что квартира никем не создавалась? Согласен. А что такое квартира? Квартира – это вот часть города или часть кухни? Или кухня? Или... и так далее. То же самое под понятием «вселенная» есть понятие «то, что подразумеваем мы сейчас». Есть понятие «вселенная», которое использовалось на той исторической эпохе. Там именно «вселенная», там вполне могла быть населенная часть мира. Или, допустим, данная область. И она могла быть создана. И создана, опять же, термин «созданно» использовал, но это могло иметь как другой смысл. Ну, обустроено, например. Вот вы создали грядку на своей даче или не создали? Вы создатель? Ну, понятно. Нет, это... И создал он грядку. И населил он эту грядку морковкой, редиской. Вам же не обязательно химические элементы редиски создавать? Нет, я понял. Ну, это вредные вещи. Ну, к ним должно быть просто вменяемое отношение. А вы сами не употребляете? Я не употребляю. Ну, шо? Ну, могу употребить. В принципе, я как бы это... Спокойно к этому отношусь. Ну, я... Ну, еще по скорости света, вот, ну, правду ли, что она предельна? Технически она не предельна. Ну, для... Скажем, для... Многих физических процессов она плюс-минус скорость света – это предел. У-у-у. У-у-у.